Всем привет, с вами Вивля Клауд. Мы находимся на выставке Вейп Экспо в Москве. Мы делали множество обзоров на российские жидкости. И очень здорово, что если не все, то большинство из них за прошедшее после обзоров время очень сильно выросли. Как раз один из таких брендов это Вейп Сага. Сейчас мы поговорим с Владиславом. Привет. Здравствуйте. Да. Влад, расскажи, что вообще появилось нового. Ну, я лично пробовал Вейп Сагу еще в январе. У вас, короче говоря, поменялось почти все, да? Расскажи, что нового, что изменилось. Поменялись этикетки. Линейка дополнилась новыми вкусами. В итоге у Вейп Саги сейчас 11 вкусов, которые в линейке выпускаются все время. Появилась новая линейка 26 на органических ароматизаторах из штата. Сегодня презентуем новую линейку геометрия 3 вкуса 50 миллилитров. Только вперед растем. Смотри, вот у Вейп Саги вкусы остались такими же или как-то тоже немножко переработались? Или изменилась только этикетка? Нет, изменилась только этикетка, потому что провалились опросы, спрашивались люди, хотите что-то добавить. В итоге большинство ссылки за то, что изначально выпускалось. То есть замены какие-то производить не будем. Ну то есть вы как бы следите за тем, что говорят люди, как бы прислушиваетесь отзывов, да? Конечно, постоянно. А как можно? Если люди потребляют это, то они же говорят, что они хотят. Окей, а цена изменилась или у Вейп Саги? Нет, даже пусть с этим кризисом пытаемся все-таки держать цену, какая она и была. Единственное, да, там 20 штайм, может подороже, там в районе 400 рублей стоит. Ну а сейчас сколько розничная средняя на Вейп Сагу конкретно? Вейп Сага 340 рублей как стоило, так и стоит. 30 миллилитров? 30 миллилитров, да. Планируете ли увеличивать или с Вейп Сагой как было 30, так пока останется? Нет, Вейп Сага вообще меняться не будет стоить. Уже готовая линейка, менять я думаю ничего не стоит. Просто можно дополнять чем-то другие. Расскажи про новые вкусы в Вейп Саге, которые появились. Я помню вот Брекфаст не было, вот Американ Полисман. Нет, это не были, просто они назывались по-другому. Серьезно? Да. Я что-то уже, наверное, тогда запомнился. Полосы пересмотрели всю политику, давай. Полосы пересмотрели всю политику, решили добавить немного анимации. Добавить название вкус. И снова, что интереснее появилось, это вот кактус. Он сегодня присылка. Кактус? Да. Не волнуйся, горло от иголок не сдерет. Он такой кисленький или больше? Его надо пробовать, понимать. Окей. Но сглопка уже с ним пустая, сегодня только пятница, а уже продали в районе 500 флаконов просто людям вообще. Круто, круто. Сделился вот новый вкус, там, виски с гейпфрутовым стоком с пряностями. Тоже интересный миг. Появился вкус с манго-персик. Все в летней тенденции. Ну, блин, и оригинальная штука, самое главное. Это как бы здорово. Расскажи, вот как раз ты говорил про органические ароматизаторы. И почему 2,6 миллиграмма и название такое? Ну, надо же как-нибудь выделяться из толпы и что-то оригинальное делать. Вот, мы решили по очень жесткому пути пойти с никотина только 2,6. Никаких альтернатив, ничего нет. Вкусы различные выбираете. В основном все это фруктовый микс. То есть, здесь никаких топачек, никаких десертов. Нет, это чисто фруктовый линей. Но это американцами разработано чисто под вейпинг. Как в пищу его применять нельзя. Но при этом, когда именно паришь, получаешь тот эффект, который хочешь получить от вейпинга. А по цене? 400 рублей по всей России. Фиксированная цена. Ну, и, наверное, расскажи про то, что раньше никто не видел, что вы презентуете сегодня, геометрию. С презентацией геометрии. 10-миллилитровые флаконы, никотин 0,1,5,3. Вкусы дюшес, летний вкус, малина со сливками и апельсин, яблоко и мяда. Все, что надо по ответам. 50 миллиметров. Напомню еще раз, ты говорил, цены на них. На них цена будет в среднем магазине составлять от 450 до 500 рублей за месяц, если это регионная продажа. То есть вы держитесь в своем ценовом диапазоне? Может быть, со временем, да. У нас есть такие планы. Я раскрою немного карты, чтобы выпустить какую-то линейку. Но она будет продаваться только в тех магазинах, которыми мы уже сейчас сотрудничаем. То есть только с нашими стариками, так сказать. Да, там, скорее всего, будет стекло, и там уже будут применяться абсолютно другие ароматизаторы. Я хочу очень сильно удивить народ. Но цена, конечно, будет кусаться. Ну, зато что-то как бы новое, что-то... Ну, пока в этом только слова. Ну, понятно, да. Желаю успеху в развитии и как бы держать марку, чтобы все дальше было здорово. Спасибо большое за интервью. Удачи, ребята. С вами был Влад из Вейпсага. Российские жидкости продолжают развиваться, продолжают совершенствоваться. Больше вкусов по вполне себе доступной цене, и это здорово. А мы, Библиоклаут, как и всегда, подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Следите за нами везде. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин